МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Ле-Минор. С вами я, Александр Александров. И сегодня у нас в гостях в программе к нам приехал Владислав Медяник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День прошел, пришла пора всем нам отдохнуть, Наших душ уставшей клетки распахнуть. Укатилось солнце прочь, проснулась ночь, И она зовет нас в дальний путь. Жизнь уставшая река в тесных берегах, Пьяный вечер вместе с тусклых облаках. Многих нас толкали в грязь, порой не раз, За спиной пустыня, пепел, прах. Вместе с ветром улетим, нас унесет. Легкий дым, горький дым, нас в жизни дым. Будь что будет, не беда, все суета, Мы уйдем в прозрачный свет, а легких звезд. И от смеха скинут пусть, тоска и грусть, А в глазах растает серый лед. Вместе с ветром улетим, нас унесет. Легкий дым, горький дым, нас в жизни дым. Легкий дым, горький дым, нас в жизни дым. Легкий дым, горький дым, нас в жизни дым. Вместе с ветром улетим, нас унесет. Легкий дым, горький дым, Вместе с ветром улетим, нас унесет. Легкий дым, горький дым, нас в жизни дым. Здравствуйте, Владислав. Спасибо, что приехали. Приветствую также ваш замечательный коллектив. Блестящие музыканты, как только что мы все могли услышать. И первый вопрос такой. Вы же не в первый раз на телеканале «Ля Минор». И что произошло? Надеюсь, не последний. И не последний точно. Тем более у нас все улучшается и улучшается. Теперь такая замечательная новая студия. Хотел спросить, что произошло в жизни, в творческой деятельности за этот период. Я понимаю, что вся ваша жизнь, в принципе, в большую часть состоит как раз из музыки. Но вот какой деятельностью Владислав Медяник занимается прямо сейчас? Что самое актуальное на сегодняшний день? Больше гастролей, больше, может быть, работы на студии, со своими собственными песнями, с репертуаром артистов, которых вы продюсируете. Что сейчас происходит на сегодняшний день? Вы как в воду глядели. Я делаю и то, и это, и третье, и пятое, и десятое. Я занимаюсь сейчас все больше и больше продюсированием. Сейчас я пригласил парня из Ростова, сценическое его имя, Ова Дон. Он хороший певец, но единственный у него минус, он поет как Лепс. Эту историю мы уже проходили. Стас Михайлов тоже 10 лет или больше даже приехал в Москву и пел голосом Лепса. Он попал на мою студию, я ему, как говорится, в то время для него был авторитет, я ему посоветовал. Стас, если ты будешь петь голосом Лепса, значит, у тебя будущего нет. Но он очень умный человек, Стас, и ровно через месяц я даже интонации ни одной не услышал Лепса, и вся страна услышала новый голос, и сейчас слушает до сих пор с удовольствием. Далее здесь, ну сегодня, если будет такое время, Алексей Каро, тоже парень из севера, приехал. Тоже поет разными голосами, и нужно найти его собственный голос. Курбан, мой друг, вообще мой соратник, Курбан Набиуллин, он уже поучаствовал в голосе, как мы все видели, знаем. Но немножко там что-то такое не сложилось, и вот сейчас, наконец, он записал новый альбом, и сейчас, наконец, тоже раньше пел голосом и Деми Сарусеса, и Крис Нормана, и Челентана, и Утесова, и Высоцкого. Сегодня нашел, наконец, свой голос, и пишет альбом, и уже сейчас скоро запишет. То есть у нас сегодня на сцене Вы не единственный исполнитель, и музыканты тоже все поющие. Не зря у них тоже микрофонные стойки у нас стоят. Ну, немножко поимпровизировал так сейчас. Ну, а что? Я так немножко показал, что... Я думаю, это еще услышим впереди в нашей программе. Ну, а прямо сейчас, дорогие телезрители, очередная песня с названием «Аллилуйя». Аллилуйя! «Аллилуйя» Обнимает гору серый дождь, холодный ветер, словно острый нож. Пусть будет все как есть, аллилуйя. Не обменяя никого не звал, я забываю все, что знал. Пусть будет все как есть, аллилуйя. Свет ночи, земля под небом, свет ночи. Нарисую черно-белый дом, открою дверь и затеряю снег. Не стучите, никого там нет. Было сгорело, неверно. Есть у каждого свой путь, пусть будет все как есть, аллилуйя. Свет ночи, земля под небом, свет ночи. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было сгорело не вернуть, Есть у каждого свой путь, Пусть будет всё как есть. Было сгорело не вернуть, Есть у каждого свой путь, Пусть будет все как есть Пусть будет все как есть Аллилуйя Владислав, у вас была с самого детства жизнь достаточно такая непростая и насыщенная всевозможными событиями Вы в своей жизни встретили массу интересных людей Вы получили успех как артист Состоялись на сцене Состоялись как бизнесмен Состоялись во всех ипостасях, пожалуй, каких только можно И при этом жизненный путь был такой не совсем гладкий и простой Приходилось пожить и в США, и везде Можете вы себя назвать балованием судьбы и вообще вот фаталисту или нет? Я, во-первых, тысячу процентов не баловец Я трудяга, я работяга, я конь Знаете, есть такая поговорка Есть кони для парада, а есть для войны Вот я для войны Я к этому, к чему вот вы сказали Я пришел, хотя это преувеличено Я это настолько с такими трудностями шел Что действительно жизнь так похлестала, побила И бросала и туда, и сюда, и обратно Ну, я не жалею и не, как бы, на то, что такая жизнь У каждого такая же, у каждого свои трудности Ну, с кем хотел познакомиться, даже мечтал, я подружился Кого хотел увидеть или, там, с кем спеть дуэтные песни Там, я только мечтать мог Спел, подружился И дружен до сих пор И я стараюсь, как бы, людям ничего такого плохого не делать Чтобы десятилетиями, может быть, даже всю жизнь оставаться Если не друзьями, то приятелями И раз мы заговорили о моем длинном пути Мой путь сейчас подходит к такой знаменательной дате К юбилейной, да Я хочу сказать тоже о планах Я хочу сделать Сейчас ведут репетиции Большой, большой, живой коллектив С духовой группой и так далее Для того, чтобы, ну, я не буду давать Секрет, сначала я хочу создать А потом уже создать такую группу И для того, чтобы потом гастролировать Вот, кстати, здесь вот за клавишами стоит мой друг И руководитель этой группы Павел Матвеев Вот, и мы сейчас, как бы, готовимся к юбилейному Первому, такому, тестовому концерту Который проведен, пока не буду говорить, где Ну, в Москве В Москве, да Вот, а потом В течение, потому что юбилейный год Он целый год В течение года Я В течение первых полугода Я планирую Концерт юбилейный провести в Кремле Это моя В России Государственном концертном зале В России у меня был сольный концерт Как бы я его, как Жуанецкий говорит Питер я победил Ну, как-то закончил Захватил Да, захватил, закончил Там победил Не помню, как он так сказал Переехал в Москву Там и так далее Теперь я Россию победил Ее снесли после Ну, я в историю Успел Успел попасть Как бы Ну, для каждого музыканта Знаете, очень важно Какие-то такие культовые Я из детства смотрел выступления Там, Ленида Утесова Там, Кобзона молодого И еще там Ну, многих-многих сейчас перечислять Суэр Шульженко и так далее В этом зале И потом в России, да И потом оказался Сам сольным концертом И, в общем-то, меня переполняет гордость И сейчас я планирую В Кремле Уже с оркестром Сергея Жилина С эстрадной симфонической оркестром Мы дружим Мы уже на эту тему с ним говорили Это, наверное, будет такая Как бы такая Точка Ну, надеюсь, это не точка Последняя точка Но точка Какого-то рубежа Того, что я к чему В общем-то шел И это будет кардинально Я так понимаю Отличаться от всего Что зрители привыкли видеть раньше И поэтому Не просто есть смысл Мне кажется, что Сейчас создается большая Во-первых, большая гастрольная Живая команда С барабанами С трубами С тромбонами Там и так далее И так далее А уже Кульминация и концерт в Кремле Вот, надеюсь, это сложится С оркестром Сергея Жилина И, как всегда Все песни будут исполнены От души Конечно Владислав Медяник Песня душа На телеканале Ля Минор Песня душа Я вернусь к тебе Наверное, ночь В наш уютный домик Над рекой Будет пить по крышам Теплый дождик И чтобы Обязательно Грибной И, конечно, Будет Память Чай И чтобы Белоснежная Постель Но Между нами Сотни километров Ветер Да, колючая Метель Душа Истомилась И воет, как юга Ей так Твоего не хватает тепла Перелетные птицы Домой Возвращаются С теплого Юга А у нас Холода 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 Время нас нисколько Не жалеет И виски покрыла Седина О такой жизни Ты мечтал Потерпи Еще одна Весна Душа Истомилась И воет, как юга Ей так Твоего не хватает Тепла Перелетные птицы Домой Возвращаются С теплого Юга А у нас Холода Холода Я вернусь к тебе Наверное ночью В наш уютный домик Над рекой Будет петь по крыше Теплый дождик И чтобы Описание Грибной Душа Истомилась И воет, как юга Ей так Твоего не хватает Тепла Перелетные птицы Домой Возвращаются С теплого Юга А у нас Холода Холода А у нас В наших душах Тепло 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 Владислав Как вы уже сказали Судьба свела С массой вас Интересных Людей И Со многими Удалось даже Не просто встретиться А подружиться По-настоящему Среди них Были такие Легендарные Личности Как Аркадий Северный Вилли Токарев С любовью Успенской Вообще Получилась Дуэтная история Но Мне бы хотелось Спросить Кто из них Произвел Не просто Наибольшее Впечатление А Скажем так Кто из этих Людей Больше Больше всего Вас удивил Потому что Бывает так Что ты Видишь человека На сцене Он один Потом встречаешь Его в жизни Это совершенно Другой человек Вот были ли Какие-то Вот такие Потрясения Среди Всех Личностей С которыми Вам удалось Встретиться Первым Меня удивил Вилли Токарев Это было 82-й год Или 83-й год Когда он записал Первую пластинку Небоскребы Небоскребы И я просто Был в шоке От оркестровки От звучания Этого Так называемого Жанра Как его Обзывали И дворовая песня И блатная песня И лагерная И хулиганская И пятая Десятая Настолько это Профессионально Настолько это Было И хочу сказать Что я многому В своих Разжировках Многому У него научился Второе было Удивление От Любы Успенской Когда я Тоже по моему В 84-м Или 85-м Ее первая Кассета Появилась В Красноярске Я тогда жил И я Как-то Ну кто-то мне сказал Дал эту кассету Послушай Там Это какая-то Певица Так поет И все Там все И потом Я ее долго Навалялась Эта кассета Не слушал Сказали Да ты что Не слушал Что это Люба Успенская Уже она была Уже так Жуд на слуху Уже там Она уже Многих Как говорится Очаровала В России И однажды Я приехал В Красноярск Куда-то там И ждал Кого-то В машине Ну думаю Из бардачка Достал Подожду Послушаю Воткнул эту кассету И я просто В обморок Упал От цембра голоса От этой Харизмы Вокальной И потом Я начал себе Представлять Какая же она Там Мама Мамочка Мама Прости Дорогая Мне казалось Она такая Толстая тетка Такая с папиросой С ярко накрашенной Ну типа Фаина Раневская Типа такой Типаж Типаж Миша 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 Удивил Тоже Своими Аранжировками Когда он Перепел Многие песни Александра Новикова Они Зазвучали Обрели новую жизнь К примеру Ну я могу До бесконечности Говорить Ну так как Вы сегодня Здесь не только Для того чтобы Говорить Но в первую Еще для того Чтобы петь И порадовать Своих поклонников На телеканале Лилия Минор Следующая песня Называется Волки Мы волки И нас по сравнению С собаками мало Под крохотом Устволки Год от год У нас убывало Мы как на расстреле Ложились на землю Без стона Но мы уцелели Хотя и стоим Где закон Мы волки Нас мало Нас можно сказать Единицы Мы тоже собаки Но мы не хотели Смириться Вам блюдо Похлёбки Мы в проголоч Поле мороза Звериные тропки Сугробы В молчании Микросс Вас вывык Выпускали В январьские лютые стужи А нас окружали Флажки роковые все туже Вы смотрите в щели Мы рычем в лесу на свободе Вы в сущности волки Но вы изменили породию Вы серыми были И смелыми были вначале Но вас прикормили И вы сторожа измельчали И льстите служить Вы за хлебную горочку рады Но цепь и шейник Достойная ваша награда Мы волки Нас мало Нас можно сказать единицы Мы волки И мы никогда не смиримся Дрожить их под плетей Как-то на охоту мы выйдем Всех больше на свете Мы волки И собак Ненавидим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Всех больше на свете Мы волки Собак Ненавидим Владислав, вот после Этой замечательной песни Хотелось бы задать Вам следующий вопрос Многие люди считают Что мир сейчас стал жестче Люди стали Не то что Озлобленными Но более закрытыми Нежели раньше Есть такое мнение Перестали общаться Все больше Молодежь вообще поглотила интернет Все с гаджетами постоянно То есть нет вот такого Человеческого общения Согласны ли вы с этим Утверждением И в чем причина По вашему Вот такой ситуации Конечно я согласен А кто не согласен с этим Все прекрасно Мы понимаем Что Люди друг от друга Отдаляются Можно жить Сейчас я знаю Высотки И на площадке Допустим 4 квартиры И друг друга Даже не знают Не знакомы Соседи Иногда Случайно Возле лифта Отличаются Здрасте Здрасте До свидания До свидания Все Не знают А я помню Из моего детства Вот 60-е годы Мы жили в доме В доме В четырехэтажке И у нас был такой дворик Каждые выходные Ну что перескать Наверное все помнят Эти времена Кто-то несет Холодец Из какой-то квартиры Кто-то картошку сварил Кто-то там Дворик накрывает Такую поляну Это Я тогда на баяне Занимался У меня папа так Выводил как это На манеж Там это На стульчик садил Сыграй нам что-нибудь Нет там Урал Хмурится не нам Да ладно Да Все дружили Все это сам Никто не напивался Никаких не было Конфликтов Никогда не было Никаких ссор Наоборот Все друг другу помогали Конечно Друг другу помогали Сейчас я даже Не могу себе представить Чтобы на площадке Которые Позвонить Извините Я вот Ссорим 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 На что с полиции Звонить Ну это же Исправимо Как вы считаете Я думаю Что нет уже Настолько Действительно Мир Поглотил Интернет Этот интеллект Виртуальный Непонятно Откуда Он взялся Что Молодежь Сидят Я столько Обращал внимания За столиком Где-нибудь В кафе Или в ресторане Там это И вот их общение Он Другой Волон Свою Свои сети Она свои Там В 50-е Потом Принесли Акушали Покушали Опять Вот это общение Я думаю Даже скоро Секс будет По интернету Я не знаю Все станет виртуальным Да Ну а у нас На ля-минор Все настоящее Живое Теплое И душевное И следующая песня От Владислава Медяника Хочу тишины 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 хочу Тишины хочу Простой Неловимой Тишины хочу Святой Неповторимой С тихим утром На рассвете лета Без побудки И ночного Света Тишины хочу Как первого Свидания Тишины хочу Как исповеди Тайны Без глухого Грохота Запор Без вещей Последних Прокуроров Вы мне душ Криком не пытайте Тишину Как капельницу Дайте Без разборок И кровавой ссоры И строки Суровой Приговора Вы мне душ Криком не пытайте Тишину Как капельницу Дайте Без разбор И кровавой ссоры И строки Суровой Приговора Сапоги Гремят По губке Коридор И любимый взгляд Я не увижу Скоро Тишины Хочу Что Поле До Березки Тишины Но только Не матросской Вы мне душ Криком не пытайте Тишину Как капельницу Дайте Без разборок И кровавой ссоры И строки Суровой Приговора Вы мне душ Криком не пытайте Тишину Как капельницу Дайте Без разборок И кровавой ссоры И строки Суровой Приговора Тишины Хочу Субтитры 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 Кто-то из новых друзей И так далее Кого бы вы поставили Скажем так На второе место Сразу после семьи Который Человек Который Оказал На вас Такое Наибольшее влияние Который Скажем так Повлиял На вашу Будущую Судьбу Может быть Там В плане Профессии В плане Еще чего-то Потому что Изначально Насколько мне Известно В музыку Вас привел Отец Да Строгий Кстати был Очень строгий Такой строгий И такой у него Характер Был тяжелый И такой Строгий характер Что я От него Перенял Этот характер Сейчас От этого Очень страдаю И все Я пытаюсь От этого характера Но уже не деться Музыканты Не страдают От этого характера Ну они не страдают Они уже знают Я типа Мама 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 А потом Я как бы Они понимают Что это не Не от сердца А типа Я там всех строить Пытаюсь А человек Сейчас не советское время Сейчас строим Никто не хочет ходить Хочет жить Так как он Хочет А не так Как ему навязывают Какие-то Как бы Моменты Ну может быть Я даже уже могу Себя причислить Наверное К поколению Старой формации Ну что делать Надо Говорится Если Живешь с волками Как говорят А если живешь С молодыми Нужно как-то И где-то По молодому И смотреть на вещи По неужели Другим взглядом Ну возвращаясь К вопросу Еще вот хотелось Уточнить все-таки Кто бы На второй Вот буквально В двух словах Кто Был таким человеком Который повлиял Кроме родителей Был у меня друг Юра Скляренко Царство небесное Умер парень 27 лет Мне тогда было 21 Вот он У меня случилась Страшная история С ногой Я когда вернулся В свой город Измаил Юра был музыкантом Гитарист Работал в ресторане В одном из центральных И я был в такой Депрессии Не понимал Что мне дальше Что мне делать Ну до этого Я уже работал Уже в ресторанах На танцплощадках Пел там И так далее На гитаре На базе И тут все остановилось Тут все Я думаю Вот И он как Как ангел С небес Спустился И меня У него был Такой Мотоцикл Иж планетный спорт И он Как-то приезжает Ко мне А я думаю Ну что мне делать Беру бас-гитару Включая В аппарате Пальцы Тоже у меня Тромер Там И как-то Там Сделать Там И в гаммочке Гоняю Ну так Просто Чтобы отвлечься И так далее Говорю Что тут Сидишь Он такой был характер Ну видимо Чтобы видеть Мое состояние Давай быстро Давай Я говорю Как я Что с костылем Я поеду Куда-то Что Давай Да с костылем Да Давай Меня Раз Чуть ли не под мышку Там все Посадил На мотоцикл Сзади У них Ушел Как раз Бас-гитарист Из коллектива Да Леня Ройтман Уехал В Израиль В то время Тогда это было Ну там Со страшным позором Я имею в виду Тогда провожали То есть Был Знаете Какой год 78 год 70 Да 78 И вы как раз Заняли его место И я Да И он привез Меня Там все Говорит Вот все А я Ну неплохо пел Там пел Итальянские песни Там Под Челентано Там типа Как-то так Еще Там много Слушал музыки И там Это И он Там Ребятам Ребятам Я там Спел Пару песен И все Потом Понравил Ну тем более Они меня знали Раньше Тогда вы поняли Что жизнь Продолжается Вот и все И он Меня просто У меня крылья Выросли И я понял Что это не самое Страшное Что может быть С человеком И как бы Все И он Первое время Помогал И заезжал На репетиции За мной На мотоцикле Ездили Мы там 50 А получилось Почему он умер Он служил На Байконуре В свое там Время Ну все Получили страшное Включение И он мне рассказывал Что майор Построил 20 ребят И говорит Ребята Вы обречены Вас сейчас комиссуют Они только год Там прослужили Каждый Каждый из вас Умрет В течение Одного Двух Трех лет Максимум Вот представляете 20-летним ребятам Такое рассказать Такое рассказать Но это мужество Можно Шляпу Снять Перед этим майором Что он все-таки Сказал Правда И вот ребята Вот Юра Складенко Мне рассказывал Между собой Договорились Обменялись Эти самыми Адресами Там это И договорились Что если кто уходит Это самое Что получали Там писали Их родные Там это И вот Юра Однажды Мне говорит Вот я получил 19 письма Я сейчас рассказываю У меня аж мурашки Да И мы переходим К следующей песне И поделюсь Маленьким секретом С нашими телезрителями Это одна из самых Любимых моих Ваших песен Одна из самых Моих любимых Которую я знаю Практически наизусть Даже Я честно говоря Простесняюсь Пьяный водитель Пьяный водитель Я уйду за кулисы Но обещаю Буду там подпевать Потому что это Очень душевная песня Очень душевная Да Владислав Мизян На Лене В Калифорнии полиция Пьяный за рулем Упаси Господь попас И все же угораздел И мне нарваться Пожалел мне Напустил А запах был Я со страху Все слова английские забыл Сзади фары красные Да синие Да по глазам Так шибко Объясняться мне пришлось С ним по-английски Да сошиб Занесла меня судьба К чужому берегу Ох досталось За безумную Америку За богатую За бедную За скупую И за щедрую Если б ты был там со мной Ты б мне помог Свои сорок лет Обошел весь свет Жил в Италии Был я в Австрии Был в Канаде Был в Израиле Везде люди И хорошие С изъянами Потому домой поехал Зоску пьяный Я ее люблю Сомненья нет Но порою Почему-то грустно Лишь теперь известен Мне ответ Да очень просто Потому что русские Разве выпить я не мог За тех, кто нравится Пил, конечно За Россию За красавицу Поминал Кого оставил В той святой земле Если б ты был там со мной Ты б мне помог ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я ее люблю Сомненья нет Но порою Почему-то грустно Лишь теперь известен Потому что русские Потому что русские Потому что русские Владислав Только что была песня Про то Как русский человек Ощущает себя В Америке И вы побывали Действительно И в Америке И в Италии И в Израиле Какая страна Где вы себя Почувствовали Действительно Может быть В России Я понимаю Что в гостях Хорошо А дома лучше Нет Но вот Какая страна Все равно Больше Тоже всего Вас удивила Где было интереснее Из чужих стран Да Из чужих стран Из-за границы Потому что Мы же объехали Практически весь мир Сначала Мне было интересно В Америке Потому как Я познакомился С женщиной Мы поженились У нас родилась Дочка Потом мне стало Все менее интересно И менее интересно И менее интересно Поэтому я Прожив там Достаточно Много лет Я вернулся И почувствовал Что это была Моя просто Ошибка Ну Не считая То что Рождение дочери Вообще А я в общем-то Не эмигрировал Я поехал Просто посмотреть Я думаю Что в 80-е Каждый из нас Грезил Просто Слетать В мир Просто посмотреть Нам ее Вот так показывали А нам почему-то Не верилось Что она такая плохая Что там все Так все Гнусно Плохо И там это Походить Потоптать И у меня был Билет Там По-моему На неделю Да Туда и назад Обратный билет Через неделю Но мне повезло С хорошими людьми Там познакомились С хорошими людьми С мигрантами Которые живут И жили И сейчас живут Многие уже ушли Из жизни На Брайтон-Бич Знаменитое место Да Знаменитое место Там Я За эту неделю Познакомился Просто С многими Такими Замечательными людьми И я Остался На полтора месяца Меня там Пригласили Пожить Один человек Которому Было Одиноко Он тоже Недавно Там семью Потерял И так далее И так далее Я Все И потом За эти полтора месяца Еще я Больше Оброс С такими Приятелями Друзьями Ну и все А потом Когда это все Стало Рутиной Когда это стало Одно и то же Я понял Что Немножко Шире Хочется жить И думать И видеть И так далее Поэтому Можно повторить Старую известную Пословицу В гостях Хорошо А дома Всегда Лучше Следующая песня На канале Ля Минор Полукровка Мне Мне нужна Не женщина Мне нужна Лишь тема Чтобы сердце Вспыхнувше Зазвучало Напев Я могу Из паттель Создавать Поэмы Я люблю Из горничных Делать Королев И вечер Данс Как-то Ночь В мае Где тела Сплетенные Кал И кал Джаз Бан Я так Нежно Выдумал Вас Моя Простая Вас Моя Волшебница Далеких стран Я так Нежно Выдумал Вас Моя Простая Вас Моя Волшебница Далеких стран Как поет Хрустая Электричество Я влюблен Вашу тонкую бровь Вы танцуете Ваше величество Королева Любовь Далеких стран Субтитры подогнали Симон. 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 Это автором этой песни. И хочу просто сказать, что Миша в основном пишет гениальные романсы. И для очень многие его известные певцы поют эти песни и романсы. И я собирается несколько песни и я собирается сделать здесь сольный концерт с участием. Сейчас просто нет времени, как Бригвадзе, как Бригвадзе, там, скажи, Серебренников, и так далее, и так далее, и так далее. Ты сидишь предо мной такая же даже моложе. Вот, будто не было этих напрасно утерянных лет. Пепельный лоб и тот же задумчивый взгляд. Знаю, я тебя сделал серьезный такой и смешливый. Только понял сейчас, без тебя я не мог никогда. Ну что, моя кукла, пойдем потанцуй. Не надо, родная, грусти. Тебя, моя кукла, как прежде целую, И нам бы с тобой все было не забыть. Я тебя прижимаю к себе под басы саксофона. Вот, будто снова боюсь потерять, но уже навсегда. За весь свечек с тобой мы почти не промолвили слова. Только понял сейчас, без тебя я не мог никогда. Ну что, моя кукла, пойдем потанцуй, Не надо, родная, грустить. Тебя, моя кукла, как прежде целую, И нам бы с тобой все легко не забыть. Тебя, моя кукла, как прежде целую, И нам бы с тобой все легко не забыть. Ну что, моя кукла, пойдем потанцуй, Не надо, родная, грустить. Тебя, моя кукла, как прежде целую, И нам бы с тобой все былое забыть. И нам бы с тобой все забыть Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, Владислав, продюсерская деятельность, гастроли, концерты, работа в студии, ресторан. Такое ощущение, что отдыхать вам вообще просто категорически, катастрофически некогда. Очень хочется, некогда. Но, тем не менее, все равно бывают вот редкие минуты, наверное, может быть часы, может быть дни для отдыха. А как отдыхает Владислав Медяник? Я думаю, что всем интересно. Рыбалку люблю. Люблю просто поспать, тупо поспать. Раньше я как бы не догадывался, что для того, чтобы поспать, выспаться, нужно выключить хотя бы как минимум звук телефона. Сейчас я выключаю звук телефона, потом понимаю, что все равно там я посмотрю, тем более, кто мне нужен, я перезвоню, кто не нужен, перезвонят. Ну, как бы так вот бывает. Но зато потом высплюсь, чувствую себя как новенький. Ну, вообще, конечно, это уже к моему возрасту, к которому я подошел, да, это, конечно, это все шутки-хрибоутки. Но это правда, да. Но от этого нужно, конечно, уходить. Ну, свежий воздух, природа, рыбалка. Больше поспать, рыбалка, погулять, там, и так далее. Нужно от чего-то отказываться. Потому что, действительно, можно упасть, как загнанная лошадь, и все. Ни в коем случае. Обязательно нужно хоть немножко отдыхать. Ну, а пока продолжаем работать. А наши зрители продолжают отдыхать и наслаждаться замечательными песнями. Судьба, судьбинушка. Владислав Медяник, Налямина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Ну вот что рассказать Я был очарован Я забыл совсем в этом человеке На первых моих шагах в Америке Когда я туда приехал Очень много мне Как азбук Он мне словесно Этот человек Открыл И я многие какие-то хитрости Какие-то Помните как в этом У него перенимал Брат Когда он говорит Мы русские друг друга не обманываем Да Помните когда ему подали Это самое Только за город выехал Она сломалась Эта машина Да Ну вот примерно вот так И вот Ими этот человек Михаил Гулько Легендарный мэтр Жанра Вообще Он все настолько Это самое Я специально Приходил в его В ресторане Где он работал Где он выступал Сначала он в Приморском Многие годы Потом в Арбате Я приходил У меня денег было Тогда еще как бы Как говорится Не так много Как у меня сейчас долгов Я мог себе позволить Заказать Немножечко водочки Там И какую-нибудь селедку Это мне стоило Аж там 2 доллара Там это Но он угощал меня Он как бы Ну Тогда это было Я из первых Ласточек После От того Что занавес Там Открыли Я видел Это просто театр Одного актера Михаила Гулько Вот так В этом Небольших Ресторанчиках И Приморский И Арбат Он выходил С аккордеоном У него стоял На сцене Такой Самый Клавичный инструмент Там стояла Такая большая Кружка Для парноса Кто это Понимает знает Да парн Чтобы несли ему Трешечку Там Ну трешечек долларов Не бывает Трешечки зеленые Русские бывают Да И просили То или иное Там спеть И так далее Вот И я Вот этот человек Меня просто Первое время Очень очаровывал Особенно Ну потом Дружили И так далее Я к чему это веду Я тоже В начале нашей встречи Говорил Алексею Каро Который Пришел ко мне в клуб И показал Как он Как бы Во-первых Он в консерватории Учится В классе вокала У него академически поставленный голос У него профессор Он даже Приводил как-то в клуб Своего Уважаемого Профессора Который там Ну это Детали Вот И он мне когда показал Как он Спел допустим одну из песен Михаила Гулько Я был тоже очарован И даже подумал Что где-то на каких-то мероприятиях На каких-то таких Ну Или частных Или небольших Каких-то таких площадках Его можно Под гулькотом Какой-то фураж Какой-то галифе Я думаю Знают его все И будет один-в-один просто Можно было один-в-один Ну сейчас вы слышите Как это все звучит Алексей Карова Просим Кабацкий музыкант Алёша Дмитриевич Ему подносят все И он немножко пьян И в этом кабаке Он как Иван Заревич И это на него Приходит ресторан Играя Алёша На своей гитаре Я ж первый друг таланта Твоего Ты видишь Девочки Дорчат на тротуаре И это жизнь А больше ничего Кабацкий музыкант Поёт чуть-чуть большиво Но мы ж ему простим Советом мою ложь А как он должен петь Когда разносят пиво И танцы до утра И бог А ты болтёшь Играя Алёша На своей гитаре Я ж первый друг таланта Твоего Ты видишь Девочки Дорчат на тротуаре И это жизнь А больше ничего Кабацкий музыкант Кабацкий Кабацкий Ах, сколько ж их по свету Разбросаны кругом В полиции И в налике А Алёша Ни при чём Поскольку Песня Это Она же Обо всех Поёщая В кабаке Играя Алёша На своей гитаре Я ж первый друг таланта Твоего Ты видишь Девочки Торчат на тротуаре И это жизнь А больше ничего Бесподобный коллектив у вас, Владислав. Бесподобный. И как я уже успел заметить, как вы рассказали, что ваши музыканты не просто музыканты, но ещё и исполнители. И этот коллектив, как вы уже сказали, скоро ещё расширится, серьёзно расширится в связи с юбилейным концертом. Да Я хочу ещё дополнить Ян Комарницкий Тоже поёт У него сольная программа Он на гитаре Поёт, когда выпьет А так как он не выпивает, он не поёт практически никогда Но недавно запел Я говорю, почему бы его не петь У него сольная гитарная программа Его вызывают известные артисты Сессионных Куда-то много строили Есть такие гитаристы И такие музыканты, которые всем нужны Вот это Ян Комарницкий Спасибо Очень приятно Но, возвращаясь к грандиозному концерту Дело в том, что мы все понимаем, что в шоу-бизнесе, как говорится, первое слово – это шоу, а второе – всё-таки бизнес Кремлёвский дворец – достаточно серьёзная такая площадка Одна из самых больших и ответственных, наверное, у нас в стране Мероприятия, безусловно, очень затратные И мы говорили как бы в шутку о долгах И действительно, вот как возможно Это же просто невероятно затратные истории На мой взгляд Да, да, это всем, конечно, понятно И понятно всем, что артистам в нашей стране, в России ещё Не просто, да Не просто и всегда Всё-таки наша Россия чем отличалась? Меценатством У нас всегда были меценаты Мы все знаем такие истории Савва Морозов Да, Савва Морозов Люди, меценаты, которые создавали театры, которые освобождали талантливых и гениальных людей от каких-то простых мирских проблем Я знаю, что у Пушкина был человек, который покрывал его все его долги Расходы Расходы То есть вы хотите сказать, что сегодня есть такие люди? Есть, слава Богу, да Я очень рад тому, что это движение, это, в общем-то, явление, оно возвращается И я бы сказал, знаете как Что вот этот пласт послеперестроечный, да Настолько был, допустим, для талантливых именно по бизнесу людей, бизнесменов, предпринимателей и так далее Они заработали свои капиталы Вложили там это в какие-то ещё проекты и так далее, и так далее И обратили взоры свои на нас, на артистов, на музыкантов У меня очень много сейчас проявляется людей, которые Я куда-то летаю на какие-то юбилеи каких-то людей известных, богатых и так далее, и так далее Оказывается, многие из них рассказывают, что я там на твоих песнях учился в институте Мы там вырос, влюбился, да Да, все мои песни Многие знают их практически наизусть И вот сейчас я, когда начинаю эту компанию для подготовки То есть поддержка есть? Для подготовки этого концерта, да Я уже с несколькими людьми разговаривал Без второго слова, да, конечно, поможем, конечно, помогу Конечно, помогу Конечно, помогу Зураб Михайлович, такой парень молодой, ну, такой очень Ну, и так далее Я могу сейчас перечитать многих-многих Ну, это здорово, что есть такие люди Здорово, что у музыкантов, артистов есть такая поддержка Спасибо таким людям за то, что они есть и помогают Дай бог, чтобы их становилось больше Тогда и возможностей у артистов, у творческих людей будет гораздо больше И больше радости они смогут перенести Да, не единым хлебом желаю Да, согласен Ну, а сейчас переходим к следующей песне Называется она «Маленький русский остров» Хочу сказать, что это песня на стихе Михаила Исаевича Танича Я ее очень люблю, эту песню И ее очень любит вдова Михаила Исаевича Лея Николаевна И если она будет смотреть эту передачу Лея Николаевна, я вас очень люблю, я вас очень уважаю Вам любви, счастья, всего самого-самого доброго, здоровья «Маленький русский остров» В память Михаила Исаевича «Маленький русский остров» Подался прочь от нашей русской скуки Искать свою заокеанскую мечту И сразу чуть не умер от разлуки В том самом шереметьевском порту Просто Просто Казалось, что это просто Просто В жуглях не потеряюсь В море не утону Песня «Маленький русский остров» Если б не этот остров Я бы пошел ко дну Пошел ко дну И жизнь Сказала мне В воскресенье В воскресенье Бери гитару И встречай друзей И вы пришли И я пою вам песни Ведь жить нельзя Без песен, без друзей Просто Просто Казалось, что это просто Просто В жуглях не потеряюсь В море не утону Песня «Маленький русский остров» Если б не этот остров Я бы пошел ко дну Я бы пошел ко дну Пошел ко дну Я не взлетел В туманность Андромеды Из нашего Земного бытия Назад Назад бы мне Да что-то я не еду Тем более Никто не ждет меня Просто Просто Казалось, что это просто 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 В жуглях не потеряюсь В море не утону Песня Песня Маленький русский остров Если б не этот остров Я бы пошел ко дну Песня Маленький русский остров Песня Если б не этот остров Я бы пошел ко дну 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 Очень много всего Недосказано Хотя с другой стороны Мне кажется, что все Сказано в ваших Песнях Поэтому Чтобы Так как программа наша Подходит к своему Логическому завершению Хотелось бы Больше песен услышать И Перейдем К следующей песне Которая называется Истина Да, это романс За стихи Вячеслава Иванькова И Сыграл На гитаре Весь этот романс Вот мой друг Михаил Машковца Я тоже люблю романсы Но Невки Истина Что есть она И как понять Что истина Что ложно И Сколько И Или Она Одна Каким Критерием Определить Возможно Библейский постулат гласит Всяк Всяк Человек Есть Ложь Однако Жон Убедит Что с истиной Он схож А может Истина Вине Лежит На дне Бокала Но Не нашли Там А А на вине Пропала Светлейшие умы Из века в век Искали смысл Опровергая оппонентов Но Но Не Определился Человек В Вопрос А А Приор А Библейский постулат гласит Всяк Человек Есть Ложь Однако Жон Не Убедит Что с истиной Он схож А Может Истина Вине Лежит На дне Бокала Но Не Нашли Там А На вине Пропала А А А Наша Редактор Корректор Корректор Безостановочная земная круговердь. Вот в этом и лежит ответ. Зачатие, рождение и смерть. Вот истина одна. И больше нет. Спасибо, что к нам приехали. И вам лично еще спасибо за теплоту и за искренность, что нечасто встречается в наше время. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Будем живы, еще будем видеться. Обязательно. Как минимум скоро на юбилейном концерте. А спустя какое-то время с новым материалом и на телеканале «Ля Минор». Спасибо. Спасибо. Сегодня с вами был Владислав Медяник и я Александр Александров. Прощаюсь с вами. До новых встреч. В программе «К нам приехал». Ну, а сейчас финальные песни в нашей программе «Послушай, сынок». Послушай, что скажу тебе, сынок. Единственный родной мой в целом мире. Хочу тебе преподать урок. Пока вдвоем с тобой в пустой квартире. Чтобы ошибок ты не совершал. Которых было у меня немало. Чтоб настоящим человеком стал. Чтобы тебя кому-то не хватало. Говорят, правда нет, правда есть. Но порой мы за нее платим дорого. Есть бесчесть и сынок. Есть бесчесть. Есть надежные друзья. Есть и вороги. Вся жизнь моя, как ветер, пронеслась. Я детство растерял свое в подвалах. А юность, словно зелено пилась. В острогах, как безумная, скиталась. Душа рвалась на волю из груди. Ей места было мало в грешном теле. Лихое все осталось позади. А впереди все то, во что я верю. Говорят, правда нет, правда есть. Но порой мы за нее платим дорого. Есть бесчесть и сынок. Есть честь. Есть надежные друзья. Есть и вороги. Шалит бродяга ветер за окном. Шалит бродяга ветер за окном. Как говорят зимой, собачий холод. Мороз своим невидимым пером Рисует на стекле уснувший город. Но наш очаг, который создал я. Нас согревает стенами своими. Приходят в гости навестить друзья. Где всем тепло, как и отцу и сыну. Говорят, счастье нет, счастье есть. Но порой мы за него платим дорого. Есть бесчесть и сынок. Есть честь. Есть надежные друзья. Есть им вороги. Есть надежные друзья все-таки. И слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok